Ты знаешь, сказать, что я огорчён или удручён тем, что ты говоришь, что узнало общество, это не сказать ничего. Я раздавлен просто этим. Я раздавлен этим. У меня нет эмоций даже. Ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто мне в лицо наплевали. Не плюнули, а наплевали даже. Заплевали всю рожу мне этим. Я попробую объяснить тебе свою точку зрения. Ты знаешь, я разговариваю с американцами, с разными и высокопоставленными тоже. И они говорят то, чего не говорят официальные лица. То есть они говорят это не официально. Официальные лица представителям нашей власти. Вот что говорят американцы? Они говорят, что, во-первых, вы от нас требуете оружие. Вы от нас требуете денег. Да, это всё хорошо, и мы готовы вам давать и оружие, и деньги. Но вы так... Я в частности, я в разговорах, ты знаешь, говорю с серьёзными людьми, американскими, да? Я говорю, ребята, дайте оружие, дайте, дайте больше, дайте больше. Они говорят, хорошо, смотри. Вы говорите не только ты, вы говорите, что вам нужно оружие. Скажите, пожалуйста, а где вы были все эти годы? А чем занимались ваши правительства в разные годы? И они совершенно спокойно, глядя мне в глаза, говорят, вы продавали нещадно оружие третьим странам. Даже последние восемь лет уже, когда шла война на Донбассе, и когда Крым у вас аннексировали, вы продолжали продавать оружие. Они говорят, вы русским отдавали кучу оружия в разные периоды своей независимости. За газ. И бомбардировщики, и ракеты. Вы русским отдавали то, что они сегодня вам возвращают, только немножко иначе. Вы не допустили должной охраны своих складов с артиллерийскими снарядами, вследствие чего большое количество ваших складов взлетело на воздух. Русские перед войной сделали ряд диверсий со взрывами наших самых больших военных складов. Ты тогда один из первых говорил о том, что ты считаешь, что это русский след. Многие, кстати, тогда, ты помнишь, кричали, да что, тебе везде Кремль мерещится. Конечно. Дальше, что американцы говорят. Они говорят, у вас же оборонпром был, кажется, да, и есть. Где ваши разработки в области вооружения, и где реализация хотя бы старых разработок? Вы же космическая держава. Это же в Днепре, бывший Днепропетровский, находится самый крупный в мире ракетный завод, производивший в советское время ракеты, от которых мы содрогались, это американцы говорят, сатанатом и так далее. Это Леонид Данилович Кучма, хорошо знает, что они производили, он был директором этого завода, Южмаш. Где ваши ракеты? Чем занимался все время ваш оборонпром? Его сотрясали скандалы, то со Свинарчуком этим Гладковским. Коррупция, коррупция, коррупция. У вас на лбу, они говорят, написано одно слово, коррупция. Вы от нас требуете, это хорошо все. А вы чего к войне голыми и боссами подошли? Почему у вас касок не было, бронежилетов не было? И я сижу багровый весь, обтекаю. Мне нечего сказать. Мне сказать нечего. Я не могу о своей стране плохо говорить. В присутствии представителей других стран, даже дружественных нам. Дим. И то, что, минутку, и то, что они говорят, это правда. Потому что все 32 почти года украинской власти, независимой украинской власти, это сплошная коррупция. Коррупция на всем. Повторяю, все 32 года почти украинской независимости, это коррупция. И ты знаешь, плохо, конечно, но хорошо еще, когда в мирное время коррупция на чем-то таком. Но когда я перехожу к нашим реалиям, когда в военное время, когда страна истекает кровью, я вижу взятки по 400 тысяч долларов, мне плохо становится. Я тебе честно говорю, мне становится физически плохо. Я не понимаю, что происходит. Я вижу эти расследования по главе Днепропетровской обл. администрации, Резниченко. Там же списывались на его женщину Хланта, ее фамилия. Ну, миллиарды там списывались на фирму. Это что? Это что? Значит, зеркало недели, издание уважаемое, оно подымает тему закупок продовольствия. И оказывается, что то, что говорит зеркало недели, продукты питания, которые закупаются для наших ребят, солдат, в два-три раза завышены цены по сравнению с продажной ценой этих продуктов в Сельпо, в спальном районе Киева. Но уважаемое издание «Зеркало недели» не учитывает еще одну важную вещь. Цена в Сельпо тоже состоит из наценки, естественно, из самого магазина. Там 25-30 процентов, я не знаю, сколько они берут, но примерно догадываюсь. То есть эти продукты стоят не в два-три раза дороже, то, что заказывают для наших героев, а в три-четыре раза дороже. Я задаю вопрос, как это может происходить? Ну как? У меня нет ответа на этот вопрос. Нет ответа. А как во время войны у кого-то поднимается рука, шевелится мозг, вообще вот красть на войне? Это абсолютные уроды. Я не знаю, что там в мозгах, там мозгов нет. Это абсолютные уроды. Я тебе скажу, что у нас же была система прозора, вдруг во время войны и скосувалы. Системы прозора-то нет, мы не видим закупок. Ну, чтобы быстрее все сделать, потому что это процесс. Чтобы враг типа не видел. Так а что тут в закупках продовольствия? Мы знаем, что американские солдаты, ну мне американцы говорят, у нас, пожалуйста, официально 25 долларов в день тратится на еду для американского солдата. У нас 4 доллара тратится, скажу тебе. Ну ладно, бедная страна, другие цены. Но эти 4 доллара завышены, как оказалось. Олеся, коррупция в мирное время отвратительна. Коррупция в военное время убийственна. Я лично хочу инициировать, вот сейчас, я говорю это в эфире, нас посмотрят сотни тысяч, там может больше миллиона человек. Я хочу инициировать, чтобы законодательно ввели ответственность уголовную для тех, кто занимается коррупцией в военное время, чиновники. Что бы я предложил? Я бы предложил довичное увязнение, значит, это пожизненное заключение, без права внесения залога, потому что этот вор, который там взятка 400 тысяч, фамилия у него, Лозинский, да, он сейчас выйдет за 100 миллионов, ему залог назначили, гривен. Так он столько, наверное, наворовал, что он спокойно заплатит 100 миллионов и выйдет. Вот этого я не хочу. Я хочу, чтобы Верховная Рада приняла закон. Коррупция в любом объеме, хоть на гривну, во время военного времени чиновников карается пожизненным заключениям без права внесения залога и без права помилования. Может, тогда до этих сволочей дойдет что-то. Это такой позор. Весь мир скидывается, волонтеры, боже, во всех странах скидываются, деньги, фонды. А тут взятки по 400 тысяч. И я только сразу хочу сказать, чтобы мне сейчас не сказали, это ты льешь воду на мельницу врага. Нельзя в такое время говорить о том, что у нас происходит коррупция. Мне не надо рассказывать, что можно, что нельзя. Можно и нужно. Можно и нужно. Воровать нельзя. Красть нельзя в военное время. Когда парни погибают. А говорить можно. Наша страна называется Украина. Мы не Россия. У нас с рты никому не заткнешь. У нас общество другое. Демократическое по сути свое общество. Европейское. И у нас есть свобода слова. И у нас есть право говорить, когда душа просит выговориться. И наши парни сейчас погибают за эту свободу слова прежде всего. За то, чтобы мы были страной, где руководят, верховодят европейские демократические ценности. И я тебе скажу больше. Я внимательно слушал речь посла Соединенных Штатов Америки госпожи Бринк, Бриджит Бринк, на форуме Орсения Петровича Яценюка вчера. Она об этом говорила. Она об этом говорила абсолютно прозрачно. Я даже думаю, что у нее адресаты есть, кому она это говорила. Ну, судя по тому, что сегодня такой звездопад среди высших чинов, то наверняка ее даже услышали, я тебе больше скажу. Я знаю, что в Соединенных Штатах очень раздражены нашей коррупцией, я это знаю. Очень раздражены. Потому что эти факты мешают правительству говорить своим налогоплательщикам, почему они выделяют Украине деньги. И почему они выделяют оружие. Поэтому я призываю еще раз Верховную Раду принять закон, о котором я сказал. Пожизненное заключение для всех коррупционеров в военное время, без права внесения залога. Я призываю дать всесторонней, всеобъемлющей оценку со стороны власти того, что произошло с закупками, о которых написало «Зеркало недели» издания. Того, что произошло в Днепре с этим Резниченко и с его подругой. Того, что произошло с Лозинским. Того, что произошло в других ведомствах, чего еще не знают люди. Оценку этому нужно дать. Пересажать их к чертовой матери всех. Ну а коррупция в Министерстве обороны, это убивает вдвойне. Вот это меня рвет на части. Коррупция в Министерстве обороны рвет на части. Они говорят, это просто какая-то там несогласованность, а журналисты сманипулировали, мол. Ну у нас демократическая страна, давай посмотрим, сманипулировали или нет. Насколько я знаю, в ближайшие несколько дней НАБУ еще возьмет ни одного человека. Я, может, проговорился, но давайте посмотрим. Да, про 32 года, про коррупцию, которая была, это правда. Но это с одной стороны. С другой стороны, сегодня на чаше бесов всемирное зло под названием Путин, которое угрожает не только Украине, ее существованию, оно угрожает существованию всего цивилизованного мира. Европы прежде всего, и Америки в том числе. Поэтому вот то, что ты говоришь, это логично. Но это совершенно не повод не давать или вовремя не давать нам возможность бороться. Потому что украинский народ в этом не виноват, в этой коррупции. Потому что украинский народ показывает пример невероятной смелости, храбрости и героизма, когда сегодня борется на поле боя, борется с русскими фашистами. Поэтому в этом смысле тут важно не то, что есть коррупция, да, она есть, а важно давать оценку этой коррупции, делать работу над ошибками и, собственно говоря, делать то, что ты говоришь. То есть коррупционеры должны быть наказаны, и это должен публично увидеть весь мир. И тогда не будет вопросов по поводу того, что вот что-то ушло на коррупцию или зря что-то дали, абсолютно нет. Просто нужно оценивать. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это уже работа над ошибками началась, получается? Вот смотри, я вчера заявление Давида Арахами прочитала. Он, например, сказал, пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени. Если бы я был юным, малоопытным и наивным, я бы сказал, работа над ошибками началась. И мне хочется сказать, работа над ошибками началась. Но у меня, Олеся, нет такого ощущения. Пока. Давай посмотрим. Весь мой опыт, который диктует мой скептицизм, говорит о том, что до работы над ошибками еще очень далеко. Вот я бы хотел увидеть этих мерзавцев на скамье подсудимых. Причем не только их, а тех, кто их крышевал. Они что, сами по себе работали? Всю цепочку, да. Они сами по себе такие крали, и никто не видел этого. Значит, там же явно были какие-то договоренности. Значит, там бабки ходили и делились этими бабками. Вот тогда я тебе скажу, да, работа над ошибками началась. А пока я этого не вижу.